Организаторы мероприятия подготовили для ребят выставку специальной литературы, провели краткий экскурс в историю становления профессии, а также рассказали о том, какие задачи решает следователь сегодня. Не секрет, определиться с делом всей жизни непросто. Подобные встречи призваны прийти на помощь подрастающему поколению в данном вопросе. В ходе наших мероприятий мы знакомим учеников кадетских классов с профессиями, связанными с правоохранительной деятельностью. Это третье наше мероприятие в рамках цикла, посвященного профессиям мира права. Ребята узнают много интересного и полезной информации, и мы надеемся, что эти мероприятия помогут им в выборе дальнейшей профессии. Примерно в возрасте 16-17 лет определился со своей будущей профессией и один из представителей Следственного комитета Игорь Амиленюк. Для поступления выбрал вуз, в котором готовят правоохранители, а затем на занятиях по криминалистике решился и вопрос со специализацией. Сегодня за плечами у Игоря Степановича Безмалова два десятка лет работы в сфере досудебного уголовного производства. Ребятам следователь рассказал о деятельности комитета, а также об одном из раскрытых дел, которое запомнилось особо. Речь шла о преступной схеме сотрудников казино. Они купили специальные карты и специальные линзы, использовали в игре. В чем заключалась суть карт и линз? Линзы позволяли видеть оборотную сторону карт. Подставной игрок, видя комбинацию, принимал верные решения, тем самым получал фишки, которые менял на денежные средства. Вот так на протяжении девяти месяцев и завладели денежными средствами казино. В итоге были изоблечены и привлечены в уголовные ответственности. На мероприятия были приглашены учащиеся в резких школ, представители кадетских классов. В определенной мере они уже люди в погонах. Многие из ребят планируют и дальнейшую свою жизнь посвятить охране правопорядкам. У меня брат учился в кадетском классе и очень было в нашей школе популярно переходить в кадетский класс. Мне очень понравилась форма и для меня это был какой-то элитный класс, очень хотелось туда поступить. Я посещаю уже третье подобное мероприятие и я считаю, что они помогают ребятам, которые хотят поступать в силовые структуры, выбрать, какую именно они хотят. Следственный комитет, эксперт-криминалист или просто пойти в милицию. Я считаю, что это довольно интересная задумка. Здесь много чего узнаем нового, про следственный комитет, про работу правоохранительных органов. Так что это очень интересно и каждый раз узнаем что-то новое. Теоретическая часть мероприятия вооружила ребят знаниями. В преддверии практической исследователи Брещины подготовили для них площадку, где было инсценировано совершение имущественного преступления. Участникам встречи предложили помочь в его раскрытии. Также учащиеся ознакомились с возможностями передвижной криминалистической лаборатории и содержимым специальных чемоданов.